здравствуйте друзья здесь демитров юрий многие считают что фондовый рынок и вот эти всякие акции облигации это скучно и неинтересно но мне вспоминается древние греки и когда у пифагора спросили куда делся один из его учеников он ответил замечательную фразу пифагор это знаменитый на математик и он вел школу математическую вот он сказал что этот ученик ушел в поэты для математики у него слишком мало воображения то есть я хотел сказать что на самом деле эстетика на фондовом рынке конечно же есть она присутствует и я когда изучаю ну скажем индикаторы технического анализа там просто вижу это когда люди вот такие образы представляют что просто вот сумасшедшие совершенно то есть как они говорят вот представьте себе значит вот и какие-то вот графики эти идут да что это такое он говорит представьте себе идет мужчина по пляжу такой песчаный пляж широкая полоса песчаного пляжа он идет по этому пляжу и на поводке ведет собаку а собака такая бегает туда-сюда 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 но она привязана к поводку он ведет ее на поводке и на самом деле собака будет идти основное направление куда идет собаки собака она совпадает с направлением движения хозяина то есть она мечется вот так мечется но тем не менее это когда люди рассказывали о том что такое тренд и как он выглядит и вообще значит но у меня то же самое такая же ассоциация была с морем с морским прибоем потому что когда я наблюдал на тихом океане прилив то смотрите то же самое я видел что вот волны так набегают отбегают набегают отбегают и на каждая следующая волна набегала чуть дальше чем предыдущие и это было вообще потрясающе и я подумал ничего себе прямо как фондовый рынок как акции вот и очень хорошая ассоциация и искать ну там например проплывает корабль и волатильность увеличивается но потрясающе вот потом есть такие технические индикаторы различные но один из наиболее таких характерных это есть такой индикатор технического анализа который называется аллигатор он состоит из нескольких линий там скользящие средние и так далее вот но поэты представляете нижняя линия самая быстро называется губы аллигатора средняя линия зубы аллигатора и верхняя линия самая медленная значит это челюсти аллигатора вот прямо вот так вот липс тис энд скурс понимаете то есть на английском языке индикатор вот такой аллигатор но но разве это могут сделать люди без воображения да нет конечно а самый поэтический индикатор который существует который я видел это индикатор ишимоку это вообще нечто японец японцы вообще любят созерцание и он долго смотрел на фондовые рынки на все эти вот акции активы и и новую как японцы сидит и наблюдает как падает листок сакуры до лепесток сабуру и он наблюдал за этим очень долго лет тридцать и через 30 лет он выдал совершенно какой-то потрясающий индикатор ишимоку если вы почитаете что это такое попытаетесь разобраться это нечто то есть о облака какие-то значит небеса я не знаю что но образы абсолютно поэтические нереальные и красивые и но есть моменты когда просто вот получаешь действительно эстетическое удовольствие вот например недавно я просто поставил заявку take profit и вы посмотрите как она сработала но это же это же просто потрясающе посмотрите но здесь может быть не так хорошо видно но это видно на графике на получасовом насколько я помню на получасовом графике когда совсем недавно мы ожидалось что рубль упадет доллар соответственно вырастет от 28 лет 29 мая я заранее купил там фьючерс на доллару и вы его сейчас видите этот график и понимаете этот фьючерс вдруг значит но вырос естественно подпрыгнул а потом он сказать немножечко взбирался на гору понимаете он взбирается на холм такой и добрался до вершины когда посмотрел вниз да все прекрасно и вот в этот момент да у меня там стояла заявочка take profit на продажу он великолепно сработал там стоял не только take profit но и отступ от максимума соответственно очень хорошо был выставлен вы его прямо видите воочию сказать там отступ от максимума есть и ну посмотрите разве это не прекрасно это просто вот но смотришь и получаешь эстетическое удовольствие как будто вот поднимаешься на гору и на горе видишь такое прекрасное дерево и ты срываешь с него чудесные плоды я сорвал чудесные плоды с этого дерева получил соответственно прибыль и ну просто вот получил действительно такое эстетическое удовольствие потому что еще раз еще раз повторяю что очень просто правильно был выставлен take profit и когда вот так вот получается угадать четко совершенно выставить take profit именно там где надо просто вот испытываешь кайф на самом деле вот но а как это сделать я рассказываю просто на курсе биржа для чайников про все вот эти вот индикаторы технического анализа но про ишимоку я не рассказывал он достаточно сложный аллигатор и все прочее я об этом обо всем рассказываю на курсе биржа для чайников и я что хотел сказать друзьям и фондовый рынок это совсем не скучно здесь очень много очень большое пространство для воображения и здесь не только математики и не столько математики даже по ну успехом достигают но и люди различных творческих профессий там каких-то или гуманитарии ну например есть александр элдер которую я очень настоятельно рекомендую это русскоязычный он врач психиатр понимаете психиатр и когда он пришел на он в начале девяностых в америку эмигрировал и когда он начал заниматься фондовым рынком ребята здесь как у нас психбольницы все настолько интересно все настолько предсказуемо вот это поведение толпы она все объясняет не надо никакие графики на самом деле он конечно же пользуется графиками есть индикатор силы элдера он в классе уже а он наш русскоязычный товарищ александр элдер понимаете псих псих не псих а психиатр врач он говорит ребята клинический случай ну что вы поведение толпы и так далее здесь психология играет мощнейшую роль то есть психологом сюда просто рай и они получают успех друзья фондовый рынок это он настолько многообразен здесь каждый может найти что то свое и вы видите и художники и поэты и психиатры поэтому да и математика тоже но я в частности вот ну как по образованию вроде как математика но мне говорят что юра какой из тебя математик ты цифры не любишь вот да я не люблю цифры потому что я люблю вот эти закономерности наблюдать я люблю наблюдать какие то ну алгоритмы и так далее и я получаю от этого тоже эстетическое наслаждение особенно когда это дает хорошую прибыль поэтому на этом хочу завершить спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк до встречи с вами был Демитков Юрий